Ну, только чтобы нигде не показывали. Хорошо, хорошо. Скажите, а вот это вот что это? Это какой-то ящик пенопластовый? Ну, усиплитель какой-то. А для чего он нужен? Ну, мы там... Хотели, но не получилось. Огурцы. Огурцы? Ага. Но потом разобрали, что он и тепло, он сам по себе пенопластовый. 5 градусов держит. Вот зимой. Он сам по себе и тепло не пускает туда. Есть туда и не пускай. Им пришлось выкидывать. Приборы. Там вот эта вот штучка. Вот набрали мы их. Дед, видите, он дощечками этим железками сделал ящик. Мы туда земли насыпали. Посадили огурцы. Уже дома у меня они были выращены. Мы туда их посадили. А там? Вот, думаем, сверху пленкой накроем. И они у нас будут на месте, чтобы не дома возиться с ними. Но они стали у нас желтеть. Ну, как вот от холодной. Ой, не надо меня. Да не беспокойтесь. На улице. Очень красиво. Дело в том, что на улице, на улице самое, вот у меня 20 градусов, а у ящика все равно будет 5 градусов. А, ну, то есть он пепло ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. Да, и ничего у нас не получилось. А так мы хотели, думаем, у нас первенькие огурчики будут. Вот если его еще, так, сделать яму и его положить. Вниз. Да, чтобы оттуда не шла, не шел холод, сверху будет греться, вот это, может быть, можно сделать. Но, может быть, на будущий год попробуем, а может нет, если доживем. Ой, у вас какая интересная тележка, только сейчас вот увидел. Какая-то невероятная, только вот одно колесо у нее, да? А мы выясняли на пух его. А, на плух? Да. Вот сделали сами плух. Пух сделали? Да, и тросом таскается, там мотор поставить делали. Вот и все это копают. Попали. Попали. Почти все. А не покажете? А его не шелестит. Нет, он у нас в брове. Да. Ой, тележка копает. Делаю раму такую, потом мотор я... Все со свалки нашли, а сами приделывали. Это все со свалки. Красивая какая штука. Потом колеса не хватило, мы вот сняли с того колеса туда. А то весной я возил воду у нем. Да. У нее не было воды. Вот у нее воду я возил. Здесь от трубы, от центральной. А-а-а. Налью туда воды, сколько, что сведешь, что туда уходило. Сверху накрываю, чтобы сильно не расходило. И я подводил сюда, поливали. Угу. Как большой водой мне было. Угу. Вот не вовремя, понимаете, это самое. Вот когда помидоры готовы были, это вы угостили вас, понимаете. Сейчас только он угостил, он более-менее готов. И мы детство ломали, мы с тобой его. Спасибо. Так это самое, угостить вас нечем. Да ладно, спасибо, что угощать-то. Вот знаете, если... Угу. Потому и на нем... Ой, расскажите, а это вот что это за штука такая? Вот это? Обыскиваете. Да, расскажите о нем. Это вы сами сделали. Да, там делали. Вот сейчас посмотрите. Подождите, я заправлю. Так, угу. И вы посмотрите. Так, ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего. Это из бачок, из автомобиля. Угу. А потом я тоже самодельно делаю. Все самодельно. Вот сейчас мы закрутим. Самодельно, конечно, неудобство все это, конечно. И сам опрыскиватель самодельный? Да. Да. А, ну нет, вот это вот. Вот головку сам делал. Трубочку эту нашел. Угу. Это шланг вот подобрал. И вот сейчас вы видите, как из этого, а, спаяльной лампы. Насос, спаяльной лампы? Насос приспособил. Так, дедуль, ты туда иди на лишнюю, чтобы мне на петрушку не попало. Открываем. Вот и пошел. Обрабатывай. О. Сереж, ты один? Один, а в районе. Какой-нибудь... Представьтесь, как бы, я не знаю, там, хотя бы... Вон, дед, как хочет. Не, ну, чтобы вот я... Понимаете, я на самом деле из Москвы, вот, мне, как бы, вот, к октябрю надо найти такие вещи. Угу. Вот, и если вы не против, там, да, то просто не я подъеду, а какой-то другой человек подъедет. И вот эту вещь из Кривичского музея, вот, и они вам, как бы, напишут расписку, что, вот, взяли у вас на хранение вещь, там, которая... Ну, я могу это отдать, конечно, могу. Вот, ну, ну, как вас найти? То есть вот в октябре меня тут не будет, а как вас найти? Телефон или адрес оставьте какой-нибудь. Телефон, да. Ну, скажите. 3.13.07. Попов Михаил Алексеевич. Попов Михаил Алексеевич, да? 3.13.07. Угу. Есть лифон, может, туда не с любого. Угу. Хорошо. Тоже, что я не знаю, но... Нет, мне это интересно. Если вы хотите забрать, то, пожалуйста, это забирайте. Скажите, а вот, вот я вижу, у вас еще есть, это, как она, печка, да? Да. Печка, это покупная вещь или самодельная? Самодельная, все. Самодельная? Да, это самодельная. Ну, ты думал, выбросили, отверстие сделаю, стираю, значит, вроде как стираешь. А-а-а. Более-менее что-нибудь такое. Так, вот, значит, бочка, с водой, как положено, стоит на себе. Ну, это людей, водка, да, это, готовим тут. А-а-а, это самое, что-нибудь, на улице. Угу. 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 Суп я варю. Суп и воду, и шо, шо варю. Угу. Угу. Да, свечки, я ее кипячу, а потом этой водой посуду мою. Угу. А вы сами варили, да? Нет, это мне зять. А-а-а. На работе там барин. Угу. Угу. Что мы делали. А потом мы, классом комаров, когда комары, значит, это, самое, дым делаем, чтобы комары не летели. Угу. Угу. Они выкинули на свалку, мы подобрали. А здесь у вас лежит колосник. Чтобы воздух был под дровами, да? Можно шашлык делать, и будет как сашлычница. Шашлыком не занимаемся. Как бы неудавшийся опыт? Нет, нет, нет. Очень холодно получается. То есть она не греет и не пускает. Вот так тепло. Картошку хорошо в ней хранить на балконе. Мы имели в виду на балконе поставить. Делают вот такие ящики. И картошка там. Тогда она уже не провязает. То есть там тепло. Вот она возьмете и она теплая. Понятно. Ну тут тоже немного картошки можно положить. Не, ну его можно набрать таких. Их же полно. Вот выбрасывают, когда покупают какую-то аппаратуру. Их же много. То есть делают большие ящики. Деревянные. Прокладывают внутри вот этой штукой. И на балконе держат картошку. У-у-у. У-у-у. У-у-у.